Медиагруппа «Авангард» представляет Добрый день, коллеги! Представляю подразделение, которое занимается непосредственно надзором и проверками, поэтому, наверное, мы уже привыкли к такому положению вещей. Не всегда воспринимаемся рынком, скажем так, приятно, да? И очень хочется немножко развеять эту ситуацию, поменять каким-то образом. Вот смотрите, вчера была очень интересная дискуссия, здесь весь день присутствовала. Дискуссия, в общем-то, крутилась вокруг двух моментов. Есть определенные требования, которые выставляет Банк России, и ожидания рынка. Это ожидания рынка в основном связаны с не получением формальных требований, с получением каких-то практически полезных рекомендаций, советов, может быть, какого-то гибкого регулирования, и все, что с этим связано. Я согласен и с теми, и с другими участниками, с обеими сторонами, наверное, 50 на 50. С чем это связано? Все-таки основной целью Банка России является защита интересных кредиторов, вкладчиков кредитных организаций, и теперь, как мы понимаем, и клиентов иных поднадзорных организаций. Это с одной стороны, поэтому Банк России все-таки не может совсем отказаться от требований. В то же время мы понимаем, что, наверное, устарел тот подход, когда проверки заключались непосредственно в контроле формального выполнения требований. Пришел там с чек-листом, прокрыжил. За такими, наверное, проверками действительно не следует какого-то понимания картины, источников рисков. И мы сейчас стремимся, мы рынок слышим, мы стремимся к тому, чтобы проверки, ну, наверное, действительно, хорошее слово, недавно услышал, не были похожи на ревизию, а проверки должны быть таким все-таки словом аудита. Оно даже воспринимается, наверное, как-то по-другому, более дружелюбно. Аудит должен выявлять источники рисков, помогать оценивать уровень тех или иных рисков. И вот в режиме такой трансформации мы сейчас находимся. И пытаемся выстроить, скажем так, надзор как дистанционный, так и контактный по классической схеме. И результатом вот таких надзорных мероприятий должно становиться риск профилирования каждой организации, проверяя, ну, как бы поднадзорные кредитные и некредитные финансовые организации. И их групп, там, бизнес-групп, то есть вот таких экосистем риск профилирования. Сейчас у нас проходит вот внутри нашего департамента апробация, рынок этого пока, наверное, не видит и не ощущает. У нас внутри себя есть выработаны определенные показатели, это четыре основных показателя, сейчас не буду их называть, но они, скажем так, имеют как количественную оценку в денежном выражении рисков возможных потерь, вероятных потерь, реальных потерь, оценивают прогнозные возможные потери, да, и качество корпоративного управления в целом. И вот на основе таких показателей и на основе их динамики будет, ну, по нашей задумке, выстраиваться такой дифференцированный подход к рискоориентированному надзору в этой области. То есть организации будут классифицироваться в зависимости от значения этих показателей, скажем так, в четыре некие группы уровня риска, ну, так условно называя, зеленая – это хорошая устойчивая ситуация, желтая, оранжевая и красная, когда совсем плохо. И в зависимости от того, в какой из этих групп находится эта организация, будет выстраиваться режим надзора в целом за информационную безопасность и использование информационной технологии. И чистота проверок, проверяемые вопросы, технологические участки, которые следует проверить, они будут вытекать из этой ситуации, из значения риск-профиля. И наоборот будет обратная связь, когда по результатам проверок аудита будет корректироваться этот риск-профиль. И вот в таком режиме мы, наверное, выстроим какой-то более гибкий и, наверное, удобный для всех режим надзора, и для рынка, и для нас. И что хотелось бы сказать, что мы готовы, как бы открыты, просим не воспринимать нас как-то так раздражительно, после каждого аудита и проверки, садиться с каждой организацией рядом, садиться, думать, каким образом мы закроем те риски, которые обнаружились, да, какие-то совместные планы, мероприятия, проведения. То есть надзор должен быть такой, скажем так, риск-ориентированный, консультационный надзор. Вот к такому надзору мы стремимся. Надеюсь, вы меня услышали, немножко успокоили. Наверное, не все сейчас это есть, естественно, не все это реализовано. Мы сейчас на пути к этому находимся, мы над этим работаем. Ну вот, что касается непосредственно практики проведения проверок, то у нас 2019 год стал таким знаковым, существенно расширилось надзорное поле и тематика проводимых проверок. Значит, если в 2018 году, вообще практика проведения проверок по информационной безопасности, она стала активно складываться в 2017 году, когда, собственно, наш отдел сформировался, мы начали эти проверки проводить. Вот если в 2018 году, в 2017-2018 году эта тематика в основном была связана с защитой информации при осуществлении переводов, при осуществлении кредитными организациями переводов денежных средств, то в 2019 году, вот в том числе в связи с выходом новых нормактов, о которых Андрей Олегович рассказал, тематика существенно расширилась и теперь в нее входят, кроме обозначенной темы, еще и защита информации при осуществлении банковской деятельности вообще, то есть не только перевода денежных средств. Также аналогичная тематика по некредитным финансовым организациям осуществления деятельности НФО в сфере финансовых рынков, соблюдение порядка информирования Банка России о инцидентах, попытках несанкционированных переводов, соблюдение требований по обеспечению безопасности персональных данных и оценка защищенности в системе быстрых платежей. Вот такое достаточно широкое поле сейчас мы имеем. Обратите внимание, здесь появились в том числе НФО. И вот благодаря, а в силу того, что и тематика расширилась, и количество, я скажу, расширилась, мы за 2019 год здесь на слайде цифры нет, но если сложить, у нас получилось 171 проверка по нашему направлению за 2019 год была проведена. Значит, из них 146 – это кредитные организации и 25 пока НФО. Ну, такое распределение, с чем связано. Понятно, что надзор вообще за кредитными организациями имеет более длительную историю, соответственно, методология к нему уже достаточно так устоялась. Что касается некредитных финансовых организаций, то здесь еще методология достаточно молодая, она развивается, ну и поэтому их пока 25, но мы объективно ожидаем, что, наверное, в этом году в следующем количество проверяемых, прошедших аудит, давайте так дружелюбно, некредитных финансовых организаций существенно возрастет. Наверное, когда-нибудь эта цифра сравняется. Два таких направления. По географии распределение такое, что почти половина на половину, все-таки 99 – это Москва, Московский регион, и региональные проверки 72. Здесь понятно, да, очевидно, что у нас просто зарегистрировано в Москве, по-моему, ровно половина сейчас, или около половины тех же банков, они просто непосредственно в Москве зарегистрированы. Еще я не сказал, у нас не только в лице нашего департамента мы такой аудит проводим, у нас сформировались четыре так называемых представительства наших хаба в регионах. Это Краснодар, Рязань, Владивосток и Самара. Вот здесь те цифры проверок, которые приведены, это абсолютно, ну, на самом деле цифры, эти столбики региональные, они выше за счет, должны быть за счет того, что проверки мы стараемся проводить совместные, да, это просто выделены непосредственно самостоятельные проверки, проведенные в 2019 году нашими хабами. Ну, то есть вот у нас такая команда, скажем так, организационная, так мы работаем. Значит, что касается выявленных нарушений, вот благодаря тому, что поле расширилось, в этом, в 2019 году выявлено, ну, различных нарушений, недостатков, скажем так, изъянов в информационной безопасности, более 1100 штук, если так, по всем проверкам. По предыдущему году эта цифра была скромнее, если не ошибаюсь, 196 или 197, то есть около 200, срос почти в 5 раз. Но это и за счет количества проверенных, и за счет расширения поля тематики. И вот проанализировав, скажем так, в чем же причины, да, вот вчера тоже об этом очень много говорили, помните, очень часто звучало слово обучение, персонал, и действительно, можно выделить три такие основные проблемы. Неосведомленность и низкая ответственность, наверное, в связи с этим персонала зачастую, это недостаточное внимание со стороны служб внутреннего аудита, внутреннего контроля. Все-таки, скажем так, проблема эта эскалируется, но он немножечко отстает от понимания этой проблематики со стороны служб внутреннего аудита. И, скажем так, зачастую формальное отношение собственников и руководителей организации к проблеме защиты информации, к информационной безопасности вообще. Хотя, справедливости ради, надо сказать, что вот, наверное, даже за два года, за год последний, за 19-й, очевидно, мы видим, замечаем, что меняется существенно понимание в головах руководителей организации отношения к вопросам информационной безопасности. Оно постепенно становится менее формальным, приходит осознание, что это реальные риски, это реальные потери и клиентов, и, собственно, бизнеса. Вот. И, ну, мы попробовали разложить вот эту 1100 изъянов по по категориям, которые заложены в новом ГОСТе 57, 580. И вот картина такая сложилась, да, вот мы видим основные, самые такие выдающиеся проблемы, это проблемы в области защиты инфраструктуры из КЗИ, все, что связано с вопросами управления доступом и организационные вопросы, вот организация управления ИБ, это, собственно, корпоративное управление в области ИБ. Все остальное ниже гораздо, даже защита от воздействия вредоносного кода, управление инцидентами и утечками и прочее. Вот первые, основные три проблемы, вот они прям коррелируют с тем, что вчера говорилось и с тем, что сейчас, то есть все это подтверждается. Как можно сгруппировать и последствия, к чему могут привести выявленные изъяны, это финансовые потери, собственно, вследствие несанкционированных финансовых операций, это операционные сбои, прерывания, скажем так, приостановка вообще возможности оказания услуг, это репутационные финансовые потери вследствие нарушения конфиденциальности информации при утечках и вообще временные репутационные финансовые потери по причине низкого качества корпоративного управления. Здесь справа вот немножко мы как бы подсветили, раскрыли вот эти проблемы, связанные с нашими показателями, о которых мы говорили, я говорил в выступлении в начале, у нас вот ПНО, ПОН, ПНО это показатель несанкционированных операций, то есть характеризует количество несанкционированных списаний, ПОН это показатель операционной надежности, он как раз характеризует вот эти возможные приостановки оказания услуг, ухудшение информационного фона и качество корпоративного управления, вот эти показатели, они здесь представлены, и вот выявленные изъяны, они таким образом влияют на собственно показатели, соответственно влияют на весь профиль риска. Ну это то, что скажем так в теории, немножечко таких два примера просто из практики за 19-й год, много делается и финцертом Банка России, для информирования рынка, бюллетеней мы много выпускаем, но не всегда зачастую повторяются одни и те же достаточно банальные случаи, как бы ничего хитрого, как говорится. Вот в начале 19-го года в одном из региональных коммерческих банков не могу называть имени наименований по понятным причинам, да, ну вот происходит заражение вредоносным программным обеспечением инфраструктуры банка, поражается ARM-КБР, в который загружается подложный XML-файл платежных рейсов и генерируется автоматически несколько десятков платежных сообщений и через платежную систему Банка России злоумышленники изъяли из кредитной организации нескольких десятков миллионов рублей. Для регионального банка это многое, скажу, причем, скажем так, я знаю этот банк, это один из лучших устойчивых в экономическом положении банков того региона, о котором я говорю. Ну вот допускаются такие случаи. Причина вот, собственно, банально та же ошибки персонала, недогляд какой-то со стороны внутреннего контроля и вот вам пожалуйста. И пример такой яркий об использовании социальной инженерии, методы социальной инженерии. Мы все о них часто говорим. Некредитная организация, скажем так, очень крупная. Что происходит? Злоумышленники регистрируют несколько доменных имен сайтов очень похожих на сайты партнеров организации и почтовые сервисы и начинают общаться длительное время в течение почти месяца. Путем убеждения через систему SWIFT несколько миллионов долларов утекло на счета за рубеж. Ну и последнее к неприятному, это последний слайд, то меры воздействия мы все-таки вынуждены применять, как бы обязаны применять как надзорный орган. Вот такая картинка сложилась. Стараемся не жестить, как говорится, все-таки в основном это 171 проверка, соответственно 171 требование по устранению нарушений или рекомендации по устранению и тем не менее при наиболее таких случаях, когда страдали клиенты и когда под риском находятся деньги клиентов, то мы предлагали применять штрафы. Не все они применены с 19, они еще часть из них рассматриваются, но тем не менее по нашей точки зрения 19 штрафов это было бы справедливо. Спасибо за внимание.